Здравствуйте, друзья! Сегодня 2 сентября 2022 года. Вав бейлул ташпам, эрэв шаббат шовтим. В этой краткой 51 лекции обсудим некоторые основные вопросы кошерности стам, самых священных и важных сакральных предметов в иудаизме, нашей вере, сохранившей наш народ уже 3334 года и вернувшей его в последние несколько десятилетий в землю обетованную. Имя одного из величайших наших мудрецов – Хазаль Хахамину Зихрунам Левраха, рабыну Шлому Ицхаки, коротко Раши, и его внука Яакова, сына Мейера, краткоразуемого рабыну Тан, «Давар Ришон Бебрия Матан Шимот» – «Самое главное на свете доброе имя». Их имена многократно упоминались в большинстве предыдущих русскоязычных обзоров. Но путь нашей многотысячелетней традиции не был абсолютно прямым, как туго натянутый шпагат, дырых ешара, прямое шоссе, автострада. Поэтому, как вы уже понимаете, вопросы, написанные в заголовках 51-й лекции, с моей точки зрения, совершенно легитимны и правомерны. Ведь вы же, конечно, помните эту страницу из 49-й лекции, из лучей энциклопедии о мезузах Питхэй Шаарим, вышедшей уже свыше 30 лет назад, в которой отмечаются, в частности, текстуальные различия в версиях Нусаха, текста, даже на протяжении двух с половиной поколений, между Раши и его внуком, Рабейну Тамам, что мы наглядно видим и из фотографий этой древнейшей мезузы, из Каирской генизы, из Кембриджа, современницы Раши и его внука. И хотя мы не станем сегодня говорить о различиях между тфилин, Раши и Рабейну Тама, и ограничимся исключительно вопросом о кошерности мезузод, сохранившим актуальность в течение последних 3334 лет существования еврейского народа, от исхода из Египта и до завоевания земли обетованной и поныне, по возвращении в нее, в святую землю. И богематрия – слово мезуза, тшува, возвращение, понятие, сохранявшее свою актуальность все эти многие тысячи лет и сохранявшее наш народ и каждого из нас лично заповедь, выполнение которой гарантирует нам, нашим детям и внукам здоровье, благосостояние и долголетие на земле обетованной. Это мезуза одного из моих лучших, из многих моих учеников, нестрадавшего мегаломанией. Она тоже мегудерет, топ-квалити-левел, и написана ашкенасским ктавом бейт-юсеф, тива семи гаса и паршиот птухот стумат между шма и гаяем шамоа, сделаны по классической шитат-хаттаз, турей-загап. Это тоже 15-сантиметровая мезуза, написанная ктавом бейт-юсеф, но ктива гаса, стумат птухот паршиот согласно шитата рамбам, то есть по концепции мошебайманида. Обычно только немногие из восточных евреев из Сфарадим стараются закончить паршат-шма в конце шестой строчки, не оставляя никакого интервала, и в начале второй парши, седьмой строчки, оставляют интервал три раза слова ашер и два интервала между ними, то есть девять больших букв, три ашер или одно слово лемешпахатехен – десять букв. И это рамбам лехадхила лемегадрин тав бейт-юсеф – самый сложный и самый супер-дупер постмодерный. А теперь на нескольких макроснимках моей 15-сантиметровой мезузы попробую вам объяснить, что же такое ктевагаса или в кавычках жирное грубое письмо, когда высота букв занимает даже не меньше половины расстояния между строчками сертута и толщина горизонтальных линий, называемая овикулмус, то есть толщина кулмуса, пера, проводимого горизонтально слева направо, не меньше, а даже чуть толще 1-6 расстояния между строчками. Таким образом, высота букв, как правило, не меньше трёх кулмусов, толщина линий которых не меньше 1-6 расстояния между строчками. Высота конечных кафов, каф-суфит, должна быть не меньше, чем в два раза по отношению к ширине этой буквы. Ширина кулмуса и является единицей измерения, ибо в истории тысячелетней древнейшей еврейской профессии не было ни инчи, ни сантиметров, и после локтей и пальцев это, конечно, единица измерения овикулмус. Вы видите на этой фотографии, понимая теперь, что такое тива гаса, что слово ашер помещается перед второй паршей перед словами Вагаяем Шамоа именно три раза плюс два интервала между словами ашер толщиной с самые маленькие буквы Вав, Юд и Ризайн. Шея и головка всех ламедов, состоящих из Вава и Кафа, то есть гематрия тетраграмматона 26, эти шеи и головки ламедов, повторяющие формы буквы Вав, никак не должны укорачиваться, не становиться похожими на Юды, а не на Вавы. Головки ламедов при этом должны быть склонены чуть-чуть к низу, и на них должны быть два маленьких шпица, тага, левый, который пониже символизирует Дин, Суд, а правый, который должен быть повыше, согласно Кабале, символизирует Хесед, милость. При этом никогда ни одна из букв не должна касаться соседней. Эта галаха называется Мукв Гвиль, то есть поверхность Гвиля или пергамента – это разные виды кожи, должна окружать каждую из букв со всех сторон, в том числе и внутри буквы не должны касаться одни элементы других. А теперь несколько слов про Коцошильюд, кончики буквы Юд по концепции Раша его внука Рабейну Тама. Как я объяснял в предыдущем ролике, в отличие от толкования Раши, утверждавшего, что кончик Юда – это правая нога, правый нижний конец, его внук Рабейну Там требует, согласно его каббалистическим источникам, чтобы в букве Юд было еще два кончика, минимум левый верхний, обозначенный здесь единицей и по более строгому толкованию и левый нижний, обозначенный черной двойкой в лазуревом кружочке цвета Тхелет. А на нижнем коричневом Юде вы видите это уже в современной постмодерной интерпретации, когда эти кончики становятся венчиками или даже острыми колючками тагем и означают согласно Зогору Ваекра три важнейшие первые сферы, из которых происходит эманация при сотворении мира. Кетер, затем Хохма, Корона, затем Мудрость и, наконец, Бина, символизирующая правую ногу согласно концепции Раши. Причем в тетраграмматоне согласно симультанной технологии, изобретенной Бен Камцаром, расшифрованной мною в девяти роликах по его реабилитации, порядок написания тетраграмматона даже в современной ашкенасской постмодерной форме букв в стиле Бейт Юсеф этот порядок должен осуществляться в два этапа. Первый этап показан сверху, четыре буквы тетраграмматона Ют Кей Вав Кей еще вовсе не существует, то есть первая буква Ют при отсутствии правой ноги абсолютно не является буквой, тем более кошерной. Вторая и четвертая буквы не являются Гейми, поскольку они дали ты, а третья не является Вавом, потому что она совершенно явно Ют. Все это позволяет по пациенту Бен Камцара Зехер Цадик Левраха одним точным движением, держа между пальцами четыре острых плоских кулмуса, сделанных именно из тростника, а не из перьев, которые эту технологию не позволяют осуществить, ибо расстояние между этими кулмусами будет больше ширины букв, тем более в Тфилин и Мезузод. Так вот, по патенту Бен Камцара Зехер Цадик Левраха можно одним движением симпультанно написать четырехбуквенное собственное имя Всевышнего Тетраграмматон Юткей Вавкей, как это описано в конце третьей главы Масехет Йома, даже в Мишне, а потом Гемаре, лист 38 Ламетхет Амутбейт, что он не только научился делать это и не только в Свитках Торы, но даже в маленьком Ктаве Мезузод и, возможно, даже в Тфилин, и за этим лежала его глубочайшая каббалистическая концепция, которая потом нашла свое отражение в соответствующей главе Зогора вышеупомянутой. И, как вы видите, по дате все это я расшифровал, реконструировал и объяснил еще семь лет назад. Вот так выглядели его четыре кулмуса, хотя резинки у него, конечно, не было, и примерно таков был двух или двух с половиной этапный порядок написания симультанного одновременного написания четырех букв собственного имени Всевышнего Ютки-Вавки-Тетра-Грамматона. Дальнейшие все подробности реабилитации Бен-Камцара Зехар-Цадик-Левраха желающие смогут найти, разумеется, на иврите в девяти лекциях на моем сайте, существующих там уже больше года. И здесь ссылка в последнем ролике на титул последней из этих девяти лекций о Бен-Камцаре Зехар-Цадик-Левраха. Разумеется, уже свыше тридцати пяти лет я пишу в своих Филен-Имезузот «Тетра-Грамматон» имя Всевышнего именно согласно традиции подробно изложенной в Зогаре, но, конечно, не делаю это симультанно, как это делал Бен-Камцар за цаль, не желавший открыть свою тайну, которую бы из Раташем мне удалось расшифровать. А теперь спустимся из высших сфер «Ми-Игра-Рама-Либира-Амикта» и попытаемся очень коротко ответить на два заданных в начале вопроса, добавив к ним третий. А можно ли их исправить мезузы, написанные по концепции Раши, с точки зрения его внука Рабейну-Тама, считавшего, что два левых кончика кетер и хохма или по меньшей мере один из них относится к эцем цуратоот, то есть является неотъемлемой сущностью этой самой главной и самой маленькой буквы сакрального еврейского алфавита и поэтому не будучи написанными в мезузе в том порядке, который уже много столетий принят кодификаторами как неотъемлемый и в мезузах, а не только в четырех паршиот тфилин, в которых дин, аллаха, кесседран, то есть хронологический временной порядок написания уже не семьсот тринадцати букв, как это в мезузе, в которой десять имен, из них семь тетраграмматонов, а всех четырех паршиот тфилин, символизирующих собой тфилин-шинрош, самый сложный, многоуровневый и многослойный гипертекст, каждая парша из которого означает одно из четырех букв тетраграмматона и требует их хронологически последовательного написания уже в эпоху после Робейну там, изменившего многие кодификации, принятые в аллахе на основе его хохматанистар, его каббалистических источников. Добавлю только, что по сегодняшней норме и принципам кошерности, действующим здесь, here and now, в нашем сегодняшнем хронотопе, в сефардской мезузе, написанной по концепции Раши, в юдах которой отсутствует один или оба левых кончиков, можно и нужно по сегодняшней кодификации их дописать и добавить согласно прямому указанию в двух местах этой важнейшей книги величайшего сефардского кодификатора Якова Хаима Асуфера, автора Галахического кодекса Кафа Хаим, а в этой книге он приводит в двух местах обычай Менхага Багдад свыше ста лет назад в Иране и Ираке, восточный Суфрим, как этот Суфер Стам из Йемена Теймани, даже те из них, которые не были Микубалим и не изучали Зоор им Рашаш, они технически выполняли то, что написано даже в том русском переводе, который я привел в предыдущем ролике, а именно писали тетраграмматон имя Всевышнего согласно Зогору Бухилук от Тиот и как по всей видимости делал это Бен Камцар еще свыше двух тысяч лет назад во времена второго храма. И разумеется, по сегодняшним нормам все эти исправления должен делать Софер Ярешамаем или Кадеш все Юды Шел Холь в Мезузе Лишем Гдушат Мезуза или Тфилен и соответственно все имена Всевышнего и не только Юды в его собственном имени Хавая, но и в других именах как Элуким он должен добавить там эти два левых коца в буквах Юд Лишем Гдушат Хашем после того как сказал Лишем Гдушат Мезуза или Тфилен или Сефер Тора А теперь еще вернемся к нескольким простым аспектам кошевности Мезуз Я успел сегодня кратко объяснить вам что такое топ квалити левел что такое Мезуза Мегудерет Это самый сложный ктав ктав Байтюсеф Ашкенаский А это перед вами сейчас Мезуза Сефардская написанная одна из лучших моей коллекции написанная разумеется Бектав Велиш то есть сефардским ктавом и это ктива Гаса к сожалению хоть это Мезуза и Мегудерет здесь как вы видите слово Ашер перед началом второй парши в Аяем Шамо может поместиться не три а даже может быть с трудом только два раза во-вторых у него нет то что называется Ахидут Ктева когда он начал писать и пытался написать Ктева Гаса это очень высокий уровень но он сделал здесь несколько вещей которые делают эту Мезузу уже в каком-то смысле даже не только не Мегудерет а Каширной может быть только Бедиавад и не только потому что Ревах расстояние перед Ваяем Шамо должно было бы быть на один Ашер больше но еще и потому что написав пытаясь написать здесь Ктева Гаса он во многих местах отмеченных мною сиреневыми линиями и знаками он изменил пропорции суфитных кафов сделав их не соотношение высоты и ширины не один к двум а у них не хватает длины высоты этой самой ноги кроме того здесь внизу вы заметите несколько ламедов которые я тоже отметил сиреневыми точками знаками у которых шея и голова они не имеют форму вава а превратились скорее в ют чем вав именно из-за того что он пытался написать ктевагаса и поэтому у него расстояние между строчками оно составляет почти только треть от высоты самой строчки что никак не может позволить ему написать согласно сегодняшним нормам ктав на среднем или высшем уровне кошельности несмотря на его высокий профессионализм несомненный а также на то что конечно тетраграмматоны имена всевышнего он пишет согласно зоорубу филу кутьет и это видно невооруженным глазом если попытаться представить графический стратификацию то есть различные уровни кошерности мезуз филин и свитков торы начиная от самых низких до самых высоких можно попытаться объяснить их кошерность их уровень следующим образом с правой стороны я написал под красным и розоватым цветом слово пасуль это по всем десяткам сотням и тысячам причин галахических кодифицированных на сегодняшний день законом любая из них может сделать стам включая конечно мезузы и свитки торы совершенно не кошерными у нас нет возможности изложить подробно весь этот список на это потребовалось бы по всей вероятности не менее 120 часов как и весь мой не краткий а полный курс когда я обучаю своих учеников древнейшей еврейской профессии так вот в правой части почти половине я написал о посульных священных еврейских текстах которые в некоторых редких случаях вот уже ближе к нулю там где написано цифра один это те случаи которые допускают исправление есть вещи которые неисправимы то есть псулим недостатки которые исправить невозможно но есть небольшое количество таких как например коцо шелью да смоли а тактон как рабы нутама о котором мы говорили сегодня который допускают исправление и более того по большинству галактических мнений требуют его а будучи исправленными они могут перейти вот в эту цвет от хелит зеленовато голубую бирюзовую часть графика в его первую желтоватую снизу единицу в которой я написал слово бадиават это минимальный уровень кошерности вслед за ним есть некий средний голубой вот этот обозначенный двойкой уровень кошерности который может быть назван кошерлих от хила и даже в самой правой его части он приближается к высшему уровню кошерности его можно было бы назвать кошерлихотхила алибедекулялма то есть вообще-то говоря градация этих может быть намного намного больше и наконец последний третий уровень то что я называю лемегадрин я говорю о самом священном предмете о мезузах паршиот шельдфилин то есть о пергаменте о клафе я не говорю сегодня о батим и других элементах так же как в свитках торы существуют вот эти называемые этс хаим основы на которых свиток свернут намотан так вот этот высший уровень кошерности не все аспекты которого могут быть наблюдаемы потому что существуют еще совершенно невидимые вещи относящиеся к области интенции и к душе как я показывал в одном из своих последних роликов про Бен Камцара на иврите вот примерно при самой грубой классификации минимальный спектр веер уровней кошерности который грубо говоря можно выразить двумя словами это кошерные стам и некошерные которые и на сегодняшний день составляют подавляющее большинство тфилин и мезузод и к сожалению и свитков торы это пример мезузы уровень который самый низкий стремящийся к нулю и это разумеется примерно такой же в которой в этой мезузе большинство юдов они конечно написаны по стандартам рамбама и раши и уж никак не по рабейну там ну а про ламады и суфитные кафы говорить не приходится я все это отметил ну а здесь комментарии излишни я только могу увеличить вам это изображение чтобы вы поняли что здесь ни о какой кошерности вообще никак говорить даже не приходится это маленькая минималистская мезуза размером около пяти с половиной шести сантиметров кстати есть категория евреев которые ищут именно такие почему-то видимо они стесняются увеличивать тфилин и тем более мезузы о чем мы читали в прошлом ролике евангелии от матфея но это мезуза не была кошерной даже никогда даже еще до того как еще не была написана она находилась в процессе написания вы видите что примерно 20 процентов букв здесь касается одна другой или вообще не имеют никакой удобоваримой формы вы только посмотрите на отмеченные красным цветом в трех местах то что он сделал в нижней в третьей снизу строчки в слове мезузот соединив две строки вместе и то что он сделал в конце строчки где написано евула вот в этой строчке где написано евула он просто написал какую-то тройку но самое страшное это то что он сделал с тетраграмматонами и не с одним просто у меня нет никаких слов для того чтобы выразить ужас этого человека если он еврей его близко нельзя подпускать к древнейшей еврейской профессии на минимум алпаим амот на два километра или на километр и наконец репрезентативная статистика Мишмеретстан которая обследовалась сорок пять и сорок лет назад в этой замечательной брошюре подаренной мне 36 лет назад в Нью-Йорке Мишмеретстан и наконец самую современную статистику которую проделали два с половиной года назад любавические хасиды в Нью-Йорке в Броклине вы увидите на ссылках на линках которые сейчас появляются на этом ролике ставьте лайки подписывайтесь на мой сайт stammacademia.com и поделитесь пожалуйста с вашими друзьями и знакомыми этим эзотерическим уникальным и жизненно важным для нас материалом до свидания до следующих встреч субтитров